Первым делом вертолеты. Изящные виражи, опасные пике и мертвые петли. В гонках приняли участие экипажи из 10 стран. Соревновались в нескольких дисциплинах. Белорусская сборная заняла на чемпионате мира второе место. Но главный приз получили авиаторы из России. Таких фестивалей я, если честно, больше нигде не видел. Мы здесь были в 2016 году, очень понравилось. Но в этом году, по-моему, даже превзошли все ожидания. И организации фестивалей, и организации чемпионата, и организации Кубка мира. Все прекрасно, все на высшем уровне. В точности состязались и парашютисты. Задача нелегкая. Спортсмену нужно определить направление ветра и приземлиться прямо в цель. Очень интересная схема соревнований сама. То есть было пять командных туров. То есть между собой соревновались именно команды, которые и прыжки в этих турах являлись отборочными для личного плей-оффа. То есть олимпийская такая система. Посмотреть на мир с высоты птичьего полета мог любой желающий. О фигурах высшего пилотажа речь, конечно же, не идет. Но прокатиться на большом воздушном шаре или стать пассажиром вертолета проще простого. Бояться нечего. Дотянуться до небес гостям праздника помогали профессионалы своего дела. Впрочем, и на земле было не до скуки. Конкурсы, фудкорты, детские игровые зоны и выступления музыкантов. Очень все нравится, весело. Хороший отдых с детьми, с семьей. Мы получили массу впечатлений в самом даже начале. Дети выиграли много призов, МЧС, вообще молодцы. Дети оборудование померили. Во многих конкурсах поучаствовали. Нам очень повезло с погодой, чему мы безумно рады, потому что это главный критерий успеха, можно сказать, нашего фестиваля. И поэтому у нас было очень много гостей. Мы постарались быть к этому готовыми. Подготовили очень много активаций различных и для детей, и для взрослых. Фестиваль стал громким прощанием аэродрома на Боровой. Он закрывается навсегда. Но одно можно сказать точно – про небо здесь не забудут. А в следующий раз гости соберутся уже на другой площадке. Екатерина Кардаш, Александр Зонов. Наши новости ОНТ.